всем привет в одном из своих видео я обещал вам приготовить кулебяку и говорил я что я приготовлю ее пасхи ну вот как раз у меня все хорошо срастается сегодня был на рыбалке вот только что приехал и ну вы сами знаете что для рыбной кулебяки нужна рыба рыбу я поймал я конечно сам не ожидал но я конечно очень доволен такая отличная лососевая форель весом на 2 600 то есть вполне подойдет так что ребятишечки рыба есть приготовлю все свежайшие ну вот друзья наступил следующий день и свою кулебяку я буду делать на дрожжевом тесте тесто дрожжевое будет с добавлением яйца количество всех ингредиентов вы найдете под видео четко и понятно 300 грамм муки просеял почему я просеиваю муку ну потому что во первых меня так учили и не то что там напитать ее кислородом просто в муке есть такие свойства попадаться также как и пластик и стекло в моей практике все это случалось поэтому муку лично я всегда просеиваю муку я просеял подогрел немного молока точнее 125 миллилитров молока добавил столовую ложку сахара добавил пол чайной ложки соли добавил одно куриное яйцо молоко у меня теплое не горячее иначе вы свои дрожжи запарите и все тщательно перемешаю до полного растворения всех ингредиентов до тип муки у меня 405 в муку засыпаю дрожжи сухие вот такого плана буквально пол пакета это три с половиной грамма все тщательно перемешиваю делаю воронку и заливаю молочную смесь и замешиваю тесто так как она есть добавляю 40 грамм сливочного масла и минут пять вымешиваю тесто вот масло хорошо впиталась и теперь я на рабочей поверхности хорошо обо мне тесто вы можете делать тесто так как вам удобно можете сразу добавить растопленное масло в молочную смесь так готовое тесто округляю помещая обратно в чашку накрывая пищевой пленочкой делаю маленькие проколы чтоб тесто дышало ну и отправляю в теплое место чтобы тесто у меня подошло по времени в принципе часа хватит но так как я буду подготавливать начинку делать еще блины и я спокойно дам тесто застояться также для кулебяки нам понадобятся блины их понадобится немного поэтому я делаю минимальную порцию теста для блинов одно куриное яйцо 200 миллилитров молока жирность неважно полтора процента три с половиной не имеет значения щепотка соли все часть наперемешиваю в жидкость добавляю три полные столовые ложки муки с горкой чтобы быть уверенным что тесто нету комочков можно пропустить его через сито что я все тесто для блинов у меня готова тесто для блинов я дал настояться буквально 15 минут теперь сковороду я смазываю растительным маслом и стараюсь выпекать блины максимально тонко выпекать я буду из девяти возможных на шестерке то есть на этом температуре я жарю как правило мясо ну и провожу все те же самые манипуляции с оставшимся тестом ну вот после второго блинчика я добавил еще немного молока и в обществе у меня получилось пять полноценных блинов и вот этот маленький остаточек ну и то что я добавлял ну вот и все друзья блинчики готовы пока основное тесто у меня настаивалось я приготовил блины я подготовил начинку а это рис так для кулебяки я отвариваю рис верить я немного подкрасил вы можете это сделать как красителем пищевым так и куркумой но если вам некуда деньги девать то в принципе на это количество 0,3 грамма натурального шафрана будет достаточно а рис я взял для суши мне просто на данный момент его некуда девать поэтому я взял именно его вы можете взять любой другой за исключением молочного риса для молочных каш рис как я уже говорил я взял рис для суши он у меня есть я его просто хочу использовать я его отварил он рассыпчатый хотя в данном случае это не имеет никакого значения яйца так друзья яйца для кулебяки я отвариваю в кипящей воде яйца я сразу же достал с холодильника не менее комнатной температуры потому что чтобы мы все были как бы на одном уровне чтобы вы знали как и что значит смотрите я яйца поместил шумовку и в этой же шумовке я также и буду варить опускаю предельно аккуратно чтобы яйцо у меня ни одно не лопнуло и также их оставлю так долью еще кипятка и на 13 минут там я пошел да можно накрыть крышкой так ну вот и все 13 минут истекли и отваренные яйца я сразу помещаю в холодную воду и пусть они здесь остывают дальнейшем яйца от скорлупы очищу разделю отдельно натру желток на мелкой терке а белок я просто измельчу натер желток на самой мелкой терке белок на крупной вы можете измельчить яйца так как вам удобно то есть теми с подручными средствами которые имеются у вас в доме можете их нарезать шайбами кубиками это ваше личное дело шампиньоны в общей сложности я взял 350 грамм отделил от шляпок ножки они нам не нужны я их использовать буду только где-нибудь в бульоне шляпки я порезал на мелкие кубики и обжарил на сильном огне вы можете также шампиньоны как порубить ножом или порезать на шайбы это ваше личное дело шпинат тут я вам много ничего нового не расскажу ссылку как его сделать я оставлю также для кулебяки нам понадобится шпинат я уже много раз его готовил и показывал поэтому в данном случае только расскажу как он делается я укажу ссылку готовый шпинат поместил в сотейник добавил 100 миллилитров сливок добавил немного чесноку соли перца и мускатного ореха с кипячу и и двумя чайными ложками разведенного кукурузного крахмала загущу дам немного покипеть и шпинат у меня готов касаемо лаксовой форели я ее уже раздел как разделать крупную рыбу я вам также укажу ссылки ничего сложного или вы можете купить готовое филе скажем того же самого лосося примерно 750 грамм на те размеры кулебяки которые буду готовить я этого будет достаточно для формирования кулебяки я возьму вот такой контейнер это не обязательно но если у вас какой то есть подходящий то было бы неплохо ну размер его примерно 9 на 17 сантиметров если кому-то очень уж это необходимо знать блины я более-менее обрежу для того чтобы они хорошо подошли для формы эти части мы пока не выбрасываем и пока не съедаем кто знает может быть они нам еще понадобится тесто настоялось стояла у меня в общей сложности полтора часа сейчас я произведу ему легенькую обминку и буду собирать кулебяку помассирую его на минутке три тесто разделил я на две равные части собираю шарик и отправляю опять в чашку далее форму слегка смачиваю водой и форму выстилаю пищевой пленкой при помощи чистого полотенца отправляю пленку форм чтобы она плотно прилегла к самой форме ну и начинаю формировать кулебяку первым я отправляю блин далее идет рис я взял ровно половину того риса что я отварил чтобы кулебяка у меня не было сухой я добавлю немного сливочного сыра сливочный сыр это на ваше усмотрение вы можете его добавлять можете не добавлять для меня лично для меня важно чтобы моя кулебяка не была сухой и разделяю слой риса от следующей начинки блином следующем слое у меня будет шпинат опять блинчик далее идет рыба рыбу я хорошо присаливаюсь и немного перца обратную сторону я уже посолил и поперчил теперь рыбу на блин и опять сверху блинчик далее наношу опять сливочный сыр и распределяю белок опять блинчик сверху опять немного сливочного сыра сыра не должно быть обильно много потому что у нас шпинат уже идет со сливками так ну и последний слой это желток желток как вы увидите он меня пушистый то есть я его особо не придавлю даже совершенно аккуратно натер вот так вот у меня есть и распределяю по кулебяки накрывая пищевой пленкой оставшийся который у нас торчит выбираю пока в сторону следующим шагом я раскатываю один из шариков для кулебяки и далее нам нужно всю эту конструкцию перевернуть и уложить на тесто я сделаю наверное это это можно сделать несколькими способами я сделаю наверно самым простым чтобы ничто не пострадало я спокойненько перевернуть далее спокойненько тесто если мало ли его маловато просто тянем его готова с этой стороны мы его защипываем и ножницами вот таким вот образом срезаем лишнее тесто и хорошо тщательно защипываем его с этой стороны точно также и переворачиваем вот одна кулебяка у нас готова я ее отправляю на противень с пекарской бумагой и формирую следующую и делаю все то же самое все те же самые манипуляции некоторые рыбу обжаривают я бы этого не стал делать ну то есть запечатать чтобы она была сочная я бы не стал этого делать по той причине что рыбы семейства лососевых они просто быстро готовятся а если он еще будет и обжарены то он уже будет готов на 20-30 процентов и в этом случае у нас просто рыба будет сухая я не хочу этого делать и не буду ну и тянем тесто и защипываем его все лишнее срезаем и такие из остатков теста которые у нас остались я сделаю украшение хоть украшение это не мой конек но тем не менее кулебяка должна быть украшена здесь конечно если кто-то очень креативный то ему и все делаем допустим вот такую вот колбаску как все лишнее срезаю аккуратненько делаю вот такие вот засечки можно обратной стороной ножа типа елочки ну и вот таким вот макаром помещаем на нашу кулебяку можно добавить вот такие вот шарики типа горошин ну что тут у нас еще имеется допустим пару звездочек можно сделать ну вот одна кулебяка у меня уже украшена сейчас что-нибудь придумаем для второй ну здесь по бокам можно сделать вот такой ободок чтобы скрыть так сказать все мои погрешности кулебяки готовы и сформированы у меня образовались форс-мажорные обстоятельства домочадцы уже верещат трапезничать желают и поэтому после того как я кулебяку сформировал я ее отправил сразу запекаться но вы обязательно дадите кулебяки настояться примерно 30-40 минут не забудьте ее накрыть пищевой пленкой или полотенцем она от этого будет только лучше с температурой рекомендую не играться 180 градусов это нормальная температура для выпекания потому что нам нужно довести лосось, а он у нас сырой, до готовности или же конечно вы использовали уже рыбу, которую вы заранее приготовили тогда можно с температурой играть вы меня услышали? но осталось делать совсем за малым, чтобы кулебяка после выпекания получилась красивой то есть цвет был хороший я возьму немного желтка, добавлю сюда сливок, буквально чуть-чуть вы можете добавить молока, можете вообще ничего не добавлять просто водички немножко и все тщательно перемешаю и нанесу на кулебяку аккуратненько, не торопясь и теперь очень важно сделать палочкой отверстие чтобы пару было куда выходить, через эти отверстия он мог удаляться чтобы просто нам кулебяку во время выпекания не порвало сделаем его в таких местах, где это будет, скажем так, не особо заметно ну вот и все, теперь отправляю ее в духовку, которая уже разогрелась вот на таком уровне, посередине духов вы наверное хотите мне что-то сказать, что я кое-что забыл так это грибы, но грибы я не забыл просто супруга в последний момент сказала, что грибов она не хочет ну придется мне тогда покормить грибами тещу а как иначе, да нет, я шучу, у меня замечательная теща просто грибы я отложу для себя, я сделаю для себя пирожки отдельно с мясом и с грибами а если вы все-таки отважитесь, в кулебяку отправить также шампиньоны то вот этих вот кусочков обрезков, про которые я вам говорил их вполне хватит, чтобы сделать еще один слой их бы я поместил сразу после лосося шпинат, лосось, шампиньоны, белок, желток вот в таком порядке ну вот ребята и девчата, кулебяка готова в общей сложности я запекал ее 40 минут так, следующим шагом я кулебяку смажу сливочным растопленным маслом если кто-то любит топленое, может сделать топленым но я в этом случае предпочитаю все-таки сливочное если вы хотите, чтобы у вас кулебяка было более темного цвета вам просто нужно будет добавить температуру здесь вы уже ориентируетесь по своей духовке и какой цвет вы хотели бы видеть но меня в данном случае все устраивает так, и теперь чистым полотенцем я кулебяку накрою и дам ей немного остынуть, чтобы она стала мягкой и раскрылась вот посмотрите, какая она большая сейчас я, кстати, взвешу, сколько она весит вообще мне чисто самому любопытно 994 грамма а другая чуть больше килограмма ну это зависит от того, что мы добавили немного больше гарнитура то есть украшений ну что, готовы? давайте я разрежу пожалуйста красота, да и только мясо сочное если оно даже еще немножко постоит чтобы полностью остыть то ничего не случится ну посмотрите, как просматриваются слои значит, желток, белок здесь, по идее, должны быть еще шампиньоны ну, как я уже сказал, супруга отказывалась затем лосось, шпинат и рис ну вот, друзья, как я и обещал кулебяку я вам к Пасхе приготовил у вас еще есть время вполне достаточно, чтобы повторить этот рецепт да, и специально ехать за лососевой форелью и поймать ее, это не обязательно как я уже сказал, вы можете купить спокойно филе лосося 750-800 грамм готовое и оттуда вырезать себе два отличных кусочка вот этого количества рыбы, которое сегодня зашло у нас в кулебяку хватит, чтобы накормить четырех взрослых мужчин с хорошим аппетитом а я на этом с вами прощаюсь будьте немного активнее поддержите мою деятельность а я желаю вам всего самого доброго и до новых видео спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok